8 часов 48 минут 16 и 17 апреля, то есть сегодня и завтра в Уральском государственном театре эстрады пройдет фестиваль про джаз. Организаторы приглашают окунуться во все краски джаза. В этом году гостями фестиваля стали одна из самых ярких вокалистов современности Джеки Джонс, легендарный джазовый трубач Валерий Пономарев и многие другие. Сегодня же в нашей студии уже известный катейным бушцам американский вокалист Тай Стивенс вместе с лучшим трубачом России, лауреатом международных джазовых фестивалей Сергеем Пронем. Встречаем. Доброе утро, Тай, доброе утро, Сергей. Ну, Тай, мы напоследок оставим, вы, насколько я понимаю, нам что-нибудь исполните. Пока же мы пообщаемся с вами, Сергей. Сергей, немножечко слов о фестивале. Что это за фестиваль, что это за активность такая? Фестиваль про джаз означает, что фестиваль профессиональный. Поэтому мы хотим познакомить уральского слушателя с легендами, с легендами мирового джаза, с лучшими образцами этой музыки. Поэтому пока у нас такая возможность есть, к нам приезжают люди, которые олицетворяют весь этот джаз, которые многие даже придумали этот джаз. То есть возраст этих людей различный. В данном случае на этом фестивале я пригласил самого известного в мире русского музыканта, который сделал потрясающую карьеру. Играл очень много лет самым популярным в мире джазом ансамбле «Джаз Мессенджерс». Это великого барабанщика Арт Блейки. Арт Блейки. И Валерий Пономарев, который будет принимать участие. Также он огромный энтузиаст этого джаза и искусства во всем мире. Также с нами будет петь Джаки Джонс. Это певица, которая олицетворяет настоящий стиль Нью-Орлеанский. И именно поет тот джаз, который мы все любим. Джаз без особых мудрствований и каких-то изысков. Это та душа, где искренность освобождается на полную катушку. И Тайс Тимминс – это человек, который очень оригинален. Потому что его прошлое – это было прошлое танцора, который пластикой еще может выразить то, что он делает на сцене. И поэтому мы увидим совершенно органичное действие. В течение двух дней первый день будет петь Джаки Джонс сегодня. А завтра будет петь Тайс Тимминс с биг-бендом Театра эстрады, всем известным. И поэтому это будет настоящий праздник. Да, это будет очень здорово, мне кажется. Но про джаз, насколько я понимаю, этот фестиваль – это не только в этом году. Это ежегодный он? У него какая периодичность? Это четвертый фестиваль джаза. Вообще город Екатеринбург начал свою историю джазовую с фестивалей с международных в 90-м году. И фестиваль назывался «Джаз Транзит». И принципом было, когда приезжают музыканты, их встречают и провожают по этапу… По этапу – не очень хорошее слово. Провожают их. Шаг за шагом, как-нибудь, надо подобрать. Другие регионы провожают. Но в данном случае у нас целенаправленные проекты, и люди из Нью-Йорка приезжают только на наш концерт, как правило. Вот осенью был «Тейк Сикс» – лучший в мире вокальный акапельный ансамбль. Лучше просто не бывает. Это шесть здоровых, молодых, прекрасно поющих, фантастически поющих ребят, которые сделали феерический совершенно концерт здесь. И мы планируем также приглашение суперзвезд, такие как Чикория, Хэрби Хэнкор, Артура Сандеваль и многие другие. Планы грандиозные. Сергей, вы, насколько я понимаю, ну, не то, что насколько я понимаю, это естественно, вы и гастролируете по всей России. Скажите, пожалуйста, вот публика в Екатеринбурге чем-то отличается от других? Почему в Екатеринбурге столько джазовых активностей? И вообще, или мы просто слишком хорошо о себе думаем? В каждой стране, в каждом месте своя публика, своя интонация, свои флюиды в зале. Когда выходишь и смотришь в зал, то ты как бы перестаешь видеть лица, ты ощущаешь флюиды, которые исходят от общего, как бы, общего течения. Какие у нас флюиды? Ну, здесь люди, многие очень хорошо знают джаз. И люди, которые внутри этого джаза, не просто воспринимают одну эмоцию эмоционально, как многие музыки, но они воспринимают логику. Потому что все-таки музыка – это отражение вообще философии бытия, на всякий случай. Потому что там все законы бытия, они сформулированы, закодированы. И джаз у нас представлен хорошо не только в Театре Эстрады, но джаз также представлен в джаз-клубе. В джаз-клубе, Аверх, Джаз. Аверх, Джаз. Потом филармония и так далее. Поэтому для публики в широком смысле есть выбрать и куда пойти. Сергей, хватит говорить, давайте уже играть джаз. Конечно, но слушать хочется, играть, да. Да, 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 да. Плей, плей. One, two, one. Плей, 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 плей. Плей, плей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok